Уже не первый год жители Южного Ставрополя занимаются одним из самых красивых видов спорта – фигурным катанием на коньках. В конце 2019 года стартовал новый этап проекта «Фигурное катание. Спорт для всех», который был создан клубом любителей фигурного катания для развития и продвижения этого спорта в крае. Его целью является продвижение фигурного катания на коньках как массового зимнего вида спорта, так и хобби для людей, которые хотят выступать на льду. Тренировки под тщательным руководством профессионалов, постановка номера с хореографами, фееричные ледовые шоу. Все это проект «Фигурное катание. Спорт для всех». Не зря он два года подряд становился победителем конкурсов Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества. Новый этап проекта начался с пресс-конференции, где его руководитель Ирина Ивановна Лукьянцева рассказала о планах на предстоящий год. Нас ждут несколько ледовых шоу, первенства по фигурному катанию среди любителей и всевозможные турниры. Ставрополь снова окунулся в мир фигурного катания с головой. Мы по результатам прошлого проекта поняли, что этот вид спорта очень популярен, особенно на юге России, на котором фигурное катание еще пока очень слабо развито. Поэтому южные люди очень темпераментные, и они рвутся на лед. Поэтому проект получил поддержку в гражданском обществе, и мы очень надеемся, что мы оправдаем вот те самые надежды, которые сегодня светятся в глазах у каждого здесь будущих любителей фигуристов. В феврале завершился первый семестр проекта. Молодежь и взрослые научились о зам фигурного катания на коньках. Три спортивно-оздоровительные группы в течение 24 тренировок занимались на ледовых площадках города Ставрополя. Исходя из расчета, 8 тренировок на каждую группу по одному часу. Занятия проходили каждую неделю на ледовом катке «Виктория». Для настоящих любителей этого спорта возраст не помеха. Поэтому здесь можно увидеть фигуристов 30, 40, 50 и даже старше 60 лет. Все, кто решился и пришел заниматься фигурным катанием, нашли в этом виде спорта свое. Кто-то просто получает удовольствие, кто-то во время катания обретает гармонию с собой, а кого-то это просто вдохновляет и заставляет двигаться дальше. Ну, в первую очередь, это здоровье. Во-вторых, самореализация. В-третьих, в наших стрессовых ситуациях это большая разрядка. Вообще фигурное катание, как можно без него. Поскольку я уже работаю, это, могу сказать, главный мотиватор. Это такая разрядка от работы. Ты забываешь вообще все на свете. Все, есть только ты и лед. Твои эмоции. Ты ничего не боишься, тебе ничего не стыдно. Инструктора очень грамотно все рассказывают, показывают. Легко получается. Очень довольны, что нас сюда пригласили. Даже веря, что все получится через месяц, мы будем на льду. Выпускники проекта приняли участие в двух грандиозных ледовых шоу. Первое под названием «Татьянин лед 2020» состоялось в преддверии Дня российского студенчества на ледовой площадке на площади Ленина. Его участниками стали студенты вузов и СУЗов Ставрополя. Это был их первый опыт парного катания. А некоторые и вовсе только недавно стали на коньки. Всего за 10 занятий тренеры превратили неопытных студентов в фигуристов. Для меня это вспоминания прошлых лет. Я 5 лет занималась профессиональным фигурным катанием. 10 лет пропустила и вот решила возобновить свои умения. Участие в проекте – это первый выход за 4 года. После того, как у меня была травма в хоккей. И это воспоминания неплохие. Это новый экспириенс, можно сказать. Это одно из моих самых любимых занятий. Получаю огромное удовольствие. Поэтому каждая тренировка – большая раз для меня. Я сам недавно катаюсь на коньках. Особенно на фигурном катании тоже недавно занимаюсь. И поэтому для меня это очень новое. И мне это нравится, занятие. Ну, конечно, волнение испытываем. Но мы рассчитываем на победу. Это интересное представление для нас будет. И не важно, победим мы в этом или нет. Главное – участие. Мы все усилия прикладываем на то, чтобы на тренировках выкладываться и чтобы выиграть. Один из нас кататься начал только сейчас. Поэтому для него это прям очень большой шаг. Он продвинется очень хорошо и учит он очень быстро. А у меня есть опыт катания. Поэтому для меня это просто поддержание формы. Мне очень это нравится. Я очень благодарна, что такой проект есть. Всего на лед вышло 17 пар, которые представили свои номера на тему «Времена года». По словам организаторов, зима, весна, лето и осень по-своему уникальны. Поэтому и каждый танец на льду получился по-своему романтичным и атмосферным. Я выходила на улицу в платье, красивым, как твой кризон почти. Меня просила от каждого объятия. Страсшую поцелу, галактично. Идите меня, смешно. ПЕСНЯ 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 Завершающим этапом первого семестра проекта стало ледовое светомузыкальное шоу «Ставропольские звезды на льду. Новый сезон», которое состоялось 28 февраля на ледовом катке «Виктория». В нем приняли участие медийные личности, общественные деятели, бизнесмены, журналисты, блогеры, которые встали в пару с опытными фигуристами-любителями. Чем плюс хороший? Все ведь люди очень разные, все очень из разных областей. Например, промышленное предприятие, образовательное предприятие, совершенно разные области. И черпаешь, конечно же, от людей разные характеры, разную жизнь, разное общение. Я хочу сказать, что фигурное катание – это тот вид спорта, в который можно прийти в любом возрасте. И не стоит задумываться, сколько тебе лет. Если вы хотите, вы просто приходите на лед, одевайте коньки и тренируйтесь. Я очень активный человек по жизни, и мне нравится что-то открывать для себя новое. И вот действительно, последний месяц в моей жизни происходит просто кардинально новое. И, конечно, за это я благодарен всем тем, кто организовал этот проект, кто дает нам все то, чему мы сейчас учимся. В общем, спасибо большое. Это просто потрясающий состав, который подарил нам такие эмоции, научил кататься на коньках. Я даже себе положить не могу, что я такое умею. Буквально за три недели я уже почти профессионал. Я безумно благодарна всему составу, тренерскому и человеку, который вообще эту идею придумал. Проект проходит в Ставрополе уже второй раз. В этом году на лед вышли около 30 пар, а это почти в два раза больше, чем в прошлом. Ласточки, фонарики, поддержки, вращения и даже прыжки. Всему этому участники научились с нуля всего за 12 тренировок. На льду правила просты. Кто выполнит все без технических ошибок и поразит жюри своим артистизмом, тот и победит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok